Дорогие друзья, всем огромный привет! Мы с Патриком рады видеть вас у нас на канале. И, судя по названию видео, вы уже, наверное, поняли, о чем будет идти сегодня речь. И да, вы правы! Сегодня мы вам расскажем про питание щеночка, а вернее, как выбрать питание для щенка. В принципе, здесь вариантов немного, их всего два. Или вы будете кормить кормом или натуралкой. Обо всем этом и не только мы сегодня вам расскажем. Перед появлением щенка дома вам заранее обязательно нужно решить, чем вы будете его кормить. И первым делом вам нужно узнать, чем кормит щенка ваш заводчик. И уже решить для себя, будете ли вы переводить его на другое питание или оставите тоже. В моем случае, когда я забирала Патрик от нашего заводчика, он кормил его кормом Роял Канин для щенков мелких пород. Меня этот корм не устраивал, и я сразу для себя решила, что буду переводить его на другой. На самом деле, к выбору корма я подходила со всей ответственностью, потому что я понимала, что от корма зависит здоровье щенка, его вид кожи, шерсть, его активность и много-много других факторов. Поэтому вам советую тоже подбирать корм хороший, не экономить на нем. И лучше всего брать корм супер премиум класса или холистик корм. Потом расскажу, что это значит. В общем, выбирала я корм, выбирала. И пришла к выводу, что мне лучше всего подойдет корм Брит серии Кер. Мне очень понравилась их беззерновая линейка, и оттуда я выбрала корм для щенков мелких пород с ягненком. Мне очень понравился этот корм, и его было реально найти в моем городе. Поэтому я купила этот корм. И как я переводила вообще Патрика? Я даже не покупала сначала корм, тот Роял Канин. Я просто, когда забирала его, попросила у заводчика немного отсыпать в пакетик его корма старого, который он кушал. И потом смешивала эти корма вместе и постепенно уменьшала дозу Роял Канина. И так он у меня полностью перешел на свой новый корм. Этот корм Патрику очень понравился. Он его ел с охотой, прям набрасывался на него. Я так была счастлива, что ура, моему малышу понравилось. И тем более, пока щенок очень маленький, ему нельзя никаких лакомств, вкусняшек давать. Я думала, как его дрессировать тогда? И просто решила дрессировать его на этот же корм. Давала я ему по кусочку за правильную команду. И знаете, он прекрасно выполнял все команды. Мы на обычном корме за первые недели две, по-моему, выучили около восьми команд. И было прям классно. И Патрику все очень нравилось. Но потом Патрик рос, и ему уже стало можно давать вкусняшки. И я так обрадовалась, скупила сразу много вкусняшек и начала его дрессировать только на вкусняшки. И потом он почувствовал вкус жизни, что бывают вкусняшки, которые намного вкуснее корма его. И что он сделал? Он перестал хорошо кушать свой корм. Он стал просить вкусняшки, а к корму даже не подходил. И поэтому вам я не советую так делать. Когда ваш щеночек подрастет, не давайте ему сразу много вкусняшек. Если он хорошо кушает корм, то лучше давать ему корм. Ну а вкусняшки так, редко-редко, чтобы он потом не перестал кушать корм. И так, как я уже и говорила, по возможности нужно покупать корм супер премиум класса или холистик. У меня как раз здесь стоит три упаковки корма. Два из них бриткие, это супер премиум класс. И корм Акана, это холистик корм. Холистик это самый высший класс корма. Их тоже там много разных видов. Я вот купила себе Акана. Я вообще изначально хотела Патрика кормить именно этим кормом, но не стала, потому что этого корма не найти у меня в городе. И, кстати, когда я покупала вот этот брит только для щенков мелких пород, его самый первый корм, я его купила в большой упаковке, 7 килограмм, даже 7,5, по-моему. И нам его хватило на полгода. И я покупала такую большую упаковку, потому что тоже думала, а вдруг я его не найду у себя в городе. И решила купить с запасом. Но на самом деле Патрик уже под конец его еле-еле доедал. Мне кажется, ему уже так приелся этот вкус. И поэтому следующие два вот этих я купила по 2 килограмма. Здесь у меня бриткие для мелких пород собак. Это у меня для кожи и шерсти. Это вкус рыбка. Я купила другой. И Патрику, кстати, понравился. Он его ест лучше. И вот этот с ягненком корм. А, кстати, вот этот тоже с рыбкой. Здесь аж 5 видов рыбки. Мне кажется, ему очень понравится. Но этот корм, он тоже ест не с охотой. И поэтому у нас есть лайфхак. Сейчас вам расскажу. Мы покупаем вот такие консервочки. Монш. Патрик их очень любит. Они тоже есть с разным вкусом. Давайте покажу. У нас здесь с тунцом есть, с бараниной, с ягненком у нас тут много, с уткой. Так, утка-утка. Вот у нас есть с рыбкой и грушей. И также есть у нас с индейкой и ягодками. В общем, их там много разных вкусов. И я обычно подмешиваю эту консерву в корм. Я ее делю на 3 части. И Патрику ее аж на 3 дня хватает. И я просто вот так одну часть беру и домешиваю с кормом. И он тогда кушает ее с большим удовольствием. Ему мальчику очень нравится. Он прям прыгает, прыгает, крутит хвостиком, не может дождаться. Кстати, я вообще, когда первый раз дала Патрику консервочку эту, я дала ему без ничего. Просто насыпала. И он был в шоке. Он до этого такого еще никогда не кушал. И он просто стоял. Мы с мамой стояли достаточно так на расстоянии. И он аж так рычал, чтобы вообще никто не подошел, не забрал у него. Но он был просто в шоке. И дальше он очень классно кушал эту консервочку. Поэтому вот я решила домешивать ее с кормом. И нам это помогло. Вообще, я вам изначально не советую покупать большие упаковки корма. Лучше купить маленькую. Я знаю, продаются даже по 400 грамм. И посмотреть вообще, понравится ли корм вашему щеночку и подойдет ли он ему. Потому что я знаю, у многих щеночков бывает аллергия на какой-то корм. Или у них могут начать стечь глазки. И вообще, там много нюансов. Поэтому лучше сначала купить небольшую пачку. И посмотреть, понравится ли щеночку, подойдет ли ему. И если все классно, то уже можно купить большую полноразмерную пачку корма. Какие есть плюсы кормления собаки кормом? Обычно в кормах высокого класса сбалансированы все ингредиенты. И есть все необходимые витамины для щенка. Там и для здоровья, и для активности, и для шерсти. И поэтому давать дополнительно витамины нет нужды. В отличие от натурального питания. Но это совсем не значит, что натуральное питание это плохо, или я к этому плохо отношусь. Нет. Натуральное питание это прекрасно, если вы кормите им правильно. У меня просто нет на это времени правильно все это балансировать, добавляя витамины все. Вот многие к этому относятся так. Типа, я ем какой-то худок, шаурму, так, хоп, взял, собачку угостил, все, у меня собака на натуральном питании. Нет. Вот мои знакомые делают это правильно. Вот они покупают для собаки разную говядину, мясо, субпродукты. Все это перемалывают через мясорубку, делают вот такие порционные маленькие тефтеки, замораживают их. И потом размораживают, дают собаке, добавляют туда разные овощи, фрукты, витамины. И собака все это прекрасно кушает, и это полезно для нее. Но важно также, чтобы у вас не получилось смешанное питание. Например, вот вы утром покормили кормом, а вечером дали вот такое натуральное питание. Это будет не плюс собаке, а это будет для нее вредно. Никогда так нельзя смешивать. То есть вы кормите или кормом, или натуралкой. Но это, кстати, совсем не значит, что если вы кормите кормом, собачке нельзя там дать кусочек морковочки или яблочко. Это все можно. Я Патрику так даю, и он очень любит вот такие овощи, фруктики. Но, кстати, важно почитать, какие овощи и фрукты можно давать собаке. Потому что там есть такие, которые собакам противопоказаны. Сейчас коротко расскажу о мисках. Здесь вы, конечно, можете выбирать на свой вкус, цвет, ценовую политику. Но вот я просто расскажу, какие миски бывают и какие для себя выбрала я. Миски вообще бывают трех видов. Первые и самые бюджетные это пластиковые. Но у них есть один минус. Щеночек может своей лапкой их легко перевернуть и также таскать по всему дому. И вы будете потом ее искать. Поэтому, если вы выбираете пластиковую миску, я бы вам рекомендовала брать из такого толстого пластика и с прорезиненными ножками. Тогда щеночек не сможет ее переворачивать. Вот я купила вот такую мисочку. Хоть у меня, я вам потом расскажу, уже были. Это специально вот для консервочек. Вот для корма, когда я его смешиваю. Дальше, следующий класс это металлические мисочки. У них такой же минус, как у пластиковых. Щенок может легко перевернуть, легко таскать по дому. Поэтому, если вы выбираете металлические миски, то лучше их брать на вот такой подставке. Тогда все будет хорошо. Вот я выбрала для себя третий класс. Это керамические миски. Я выбрала на подставочке. Вот здесь они у меня даже написаны и нарисованы здесь для водички. А здесь написано food и для корма. С косточкой такой. Я покупала эти мисочки, когда только у меня появлялся Патрик. Это его самые первые миски. И я ими абсолютно довольна. Вот Патрику уже скоро один годик. И с ними вообще абсолютно ничего не стало. Очень довольна. В общем, рассказала вам про мисочки. Сейчас хочу вам показать наши витаминчики. Хоть у меня в корме и есть все необходимые витамины для Патрика, но все равно в период линьки я стараюсь поддержать его состояние, его шерсти. И все равно добавляю в его рацион немного витаминок. Давайте покажу. У меня вот такой верхний шкафчик в комодике. Полностью посвящен Патрику. Здесь у нас пеленки, амуниция, разные штучки для ухода. Его даже одежда немного. Лакомства, посмотрите. У меня здесь нарезанные. И тут у меня стоят витаминчики. Давайте вам покажу. У меня вот такие. Это омега-3 для собачек. Я очень ими довольна. Они вот такие. Посмотрите, мы уже почти всю банку скушали. Хотя мы, кстати, делились с нашей овчаркой Теслой. В общем, вот такие витаминчики. Я обычно их ломаю пополам и крышу Патрику в корм. Он так кушает. И, кстати, они очень вкусные. Патрику нравится. Он их даже зато кушал. И следующие витамины. Это 8 в 1 от XL для кожи и шерсти. Вот эти витамины очень классные. Они у нас тоже уже заканчиваются. И хочу купить еще вот такие. Моему мужчинку нужна одна вот такая таблеточка в день. Они тоже очень вкусные. Патрик даже команды за них выполняет. То есть они для него как лакомство. Вообще очень хорошие. Так что если ищите витаминчики, вот эти могу смело советовать. Кстати, я только что поняла, что сегодня 1 апреля. И я сегодня снимаю видео. Но, если что, я не шучу. Всю говорю правду. Так что воспринимайте всю информацию всерьез. Но на всякий случай все равно это видео выложу 2 апреля. Так, немного развлекательной программы для вас. Командная пауза. Так, держи вкусняшку. Давайте все. Мы любим кувырок. Патрик, сделай для вас кувырок. Опа, молодец. Сидеть? Дай 5. Нет, а сидеть? Дай 5. Молодец. О, давай 8. Давай 8. И 8. 8, 8, 8, 8. И сидеть? Дай 5. Молодец. Держи вкусняшку. Давайте все поддержим Патрика лайком под видео. Так, у Патрика скоро день рождения. Вот сегодня я вам сказала 1 апреля. А у него 6 апреля исполняется 1 годик. И я уже тут готовлю небольшой подарочек для него. Так, мельком вам покажу. Тут уже вкусняшки разные покупаю. Даже купила колпачки. Все, больше ничего не покажу подробнее. Все, покажу вам с 6 апреля. Планирую снять небольшой влог с дня рождения моего сыночка. Чтоб был на память. Ну, а на этом я заканчиваю наше видео. Потому что я уже немного опаздываю на маникюр. Кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Потому что это мы с вами продолжим обсуждать там. И вообще, мы там обсуждаем очень много. Мы там общаемся каждый день. У меня там даже бывают мини-влоги. Так что, если вы не подписаны, вы все пропускаете. Также я активно веду свой инстаграм-канал. Инстаграм-канал моего ютуб-канала. Так что, все ссылочки внизу в описании под видео. Обязательно подписывайтесь. И будем вместе с вами там общаться. Ну, а мы вас с Патриком очень сильно любим. Целуем. И всем пока-пока. До встречи в следующих видео. До встречи. До встречи. Продолжение следует...